приветствую подписчики зрители моего канала с вами андрей продолжаем проходить пространственную аномалию версия 4.1 ну что парни продолжаются наши значит поиски выхода из сложившейся ситуации да как вы все поняли по прошлым сериям прогулявшись по окрестностям мы нашли несколько ну парочка закрытых дверей куда мы не можем проникнуть никак и плюс к тому еще куда бы ни мы не шли мы возвращаемся вот к этому соответственно сарайчику выхода из этой аномалии к сожалению мы найти не смогли зато нашли смогли найти очень интересного и в то и в то же время очень по-своему страшного персонажа который вот обитал среди вот этих всех сталкеров а именно сталкер бандит по кличке падальщик его труп мы нашли здесь с вами объясняю как кратко кто не смотрел значит он промышлял чем вот его кстати рюкзачок вот значит он сам промышлял он чем он значит по территории этой локации до пространстве аномалии как это локация у нас называется никак не называется нет как-то называется называется поставьте на маль в общем по этой территории вообще в принципе какой смысл значит на во всей зоне сталкеры из разных группировок абсолютно разных подали в пространственные пузыри и все оказывались вот в этом месте вот а падальщик что делал он просто всех их тупо валил присваивал своих и присваиваем их хабар себе какой-то частью делился с группой лютого ну и тем самым получил авторитет и уважение потому что как бы как никак но он помогал спасти группу помогал выжить группе опять таки вот но быстро но в итоге все быстро выяснилось когда мы нашли этот кпк кпк падальщика вот и вручили соответственно лютым то есть пригрел змеюку у себя на груди можно сказать так ладно дальше смотрим что у нас с вами по квесту значит по поводу хабара падальщика мы ждем вскрытие контейнера шуруп должен скрыть это техник кто не помнит нам и по поводу квестов во первых мы должны где-то найти с вами пространственный пространственный так найти для шифратор который о котором мы узнали в кпк падальщика вроде как якобы с его помощью можно каким-то образом отсюда выбраться потом у нас еще химера опять-таки не забывайте который может любой момент прийти и всю группу просто привалить патронов здесь сами понимаете только у меня и вот у дуболома есть так что имейте ввиду остальных членов нашей группы патронов не очень так но артефакт мы отдавать пока не будем потому что отлично снимает радиацию да но и ждем пока вскроют контейнер тайник контейнер тайник который мы нашли уж таки падальщика это все понятно так спасибо змей очень выручил это мы сейчас у него забрали фляжку с водой который нам было необходимо так я так понимаю крестов новых помощь никому не требуется приветная оружием применять продавать соответственно не будем это задание никто пока не легкий дороги заходи не дает округу мы с вами тоже в принципе все обыскали вот единственный ток можно ну проезжаю звери да здорово про резака вы прошлый раз читали на про кувалду тоже про бывшего свободуса или про резака вы все-таки не читали а ну да занимается разведкой местности раньше этим пальчик занимался понятно про кувалду мы тоже читали бывший свободовец который изменился да и теперь уже наверняка уже не вернется к своей прежней жизни про змей долго целый тоже с вами читали который тоже опять таки заужился с кувалдой скорее всего уже не вернется к своей прежней жизни точнее не вернется свою группировку так прошу рупа а шурупе нет нужны долго говорить он сердце нашей группы без него мы бы не смогли починить свое снаряжение без снаряги протянуть здесь долго нам бы не удалось парни ему разный хлам приносят он его вкупает за деньги затем с помощью этого хлама чинить нашу снарягу и без разницы что не бесплатно это делает он попал аномалию через неделю или две после нашего здесь появление с тех пор помогает нам так спасибо за информацию так про маркуса маркус этот наш местный музыкант ну и моя правая рука и сможем так выразиться если я не в силу с чем-то справиться то он помогает мне с этим мы вместе с него на мае встряли было еще 3 но сейчас не об этом но он рассказывал да об этом был у них главные по кличке гильза который здесь попал вот кстати говоря может быть нам посчастливится но если не живу то хотя бы и хотя бы понять что с ним случилось может быть наткнемся на его останки но это посмотрим уже не знаю может быть даже я уже вперед забегаю можно сказать что это место мы с ним порядок привели если это можно порядком назвать но потом сталкеров здесь собрали так москит москит в прошлом снайпер поэтому в точности стрельбы ему нет равных ну правильно не зря же у нас патрон это потребовал и потребовал попросил чтобы мы нашли с чем мы собственно говоря исправились будь нужна помощь хорошего ссылка обращаясь к нему если же говорить о других его качествах то он довольно добродушно и болтливая хоть кому-то удается не падать духом здесь он уже около трех месяцев с нами так дуболом но это тот без которого нам пришлось бы худо охотник и добытчик после того как падальщик попал регулярно помогает группе снабжал нас мясо мутантов не знаю как бы повернулась наша жизнь если бы с его если бы его с нами не было он с нами более трех месяцев уже так и расскажи о себе но это мы тоже читали во время штурма лиманска с маркусом и гильзы да они попали в одного вряде попали сюда попали в пространственные пузыри оказались здесь так все больше мы ни о ком информации здесь принципе получить не можем резак у нас на ученых работу шуруп местный техник снайпер снайпер москит свобода и сброси лиц и правая рука маркус а рука значит лютого но и дуболом это местный охотник который также попал в аномалию кстати непонятно каким образом ладно это мы все может быть потом еще выясним если бы ты уже не так важно как то что попал важно то что все мы в одной лодке нам она отсюда выбираться каким-то образом так теле периметр территории как я уже сказал мы с вами облазили нам ничего не остается кроме как дождаться скрытия контейнера тайника мясо кабана пойдемте приготовим у нас там пару кусков мяса есть давайте почему нет так что у нас мясо кабана нету мяса собаки так приготовили типа да и больше у нас ничего нету так закрыть да вот пожалуйста но вот эти патроны натовские я даже не знаю выложить их наверно суб лишний вес опять-таки хотя четко 25 килограммчиков даже особо можно не заморачиваться так приготовить еду это мы с вами приготовить артефакты здесь вряд ли спавнится да смотрите учуяло все таки собака блин а вы посмотрите только на мозги не действует ну-ка давайте быстренько на вышечку вот это был фантом ребятки все готово не нашими усилиями вот значит по поводу чего еще можем мы с вами отметить так но потом по поводу всех вот этих вот закрытых две резерв склад продовольствия и так далее это мы сюда попасть пока не можем с вами и неизвестно кстати где искать нам аккумулятор для нашего вояки нам который все не теряет надежды отсюда ну как и любой другой stalker не теряет надежды отсюда выбраться да у него есть рация которую может починить ну пока непонятно где мы можем вообще принципе найти аккумулятор есть вообще здесь ну по периметру скорее всего вряд я думаю может быть мне интуиция подсказывает возможно в ящике ящик который мы нашли у падальщика возможно там вот аккумуляторы есть опять таки я додумала может где-то здесь но я просто-напросто упал упустил поэтому непонятно все поэтому непонятно ребятки даже непонятно где здесь его можно искать уже здесь все с вами облазили от и до каждый кустик машина вот это вот с которой я так и не смог выбраться смотрите кабаню сейчас он смотрит что творится кошмар так где ну наверно просто я глупостью занимаюсь на самом деле просто сплошная трата патронов наверняка так а вот кстати говоря вот здесь вот мы вообще сам никак попасть никуда не можем да не обойти ничего или все-таки можем ну да здесь мы с вами никак ладно пацаны значит предлагаю что делать у нас есть вот во первых давайте наверно сколько время пятнадцать спим и выходим на охоту на химеру потому что сами понимаете у нас лагерь из десяти человек я десятый патронов только у дуболомы у меня все у остальных парней это какой-то лабиринт вот только без выхода до понятное дело бывай наем тем более начинаются радиоактивные осадки все нам не погулять однозначно в общем расклад какой если мы химеру не привалим она привалит нас чем пришел потому что опять опять таки патронов ни у кого нет поэтому давайте что там нам надо дождаться дождаться ночи тогда спим до 12 так 12 это значит до нуля все спим вот я открыл контейнер тайник падальщика в нем оказалось довольно много вещей часть я могу отдать тебе подходи я тебя жду почему только часть ты мне можешь отдать вообще новость отличная что хорошо что открыл контейнер только мне смущает что только часть вещей нам отдаст непонятно кстати почему шуруп или заползает за работу что взял ладно ребят мы это сейчас пока заниматься не будем у нас сейчас главная цель это разобраться с химерой так что давайте вот я даже не знаю где вот здесь присядем одну консервку скушаем хочу консервку нас мясо есть радиацию нам есть и выводить опять таки правильно правильно вот кабанчик заточили а я за вы все знаете мамиаз кабанчика я люблю так что имейте ввиду ребятки ну что дуболом я готов идти на охоту на химеру погоди ты я же говорил что кемер только по ночам в бункер приходит сейчас рано еще подходи в два часа ночи где-то как раз нормальное время понял подойду бывай так а мы получается с вами рановато проснулись да ну давайте лишнее привезли два часика поспим они не лишним потому что усталость тоже сами понимаете за своим физическим состоянием тоже надо следить отдыхать вовремя тоже надо да так что давайте водички хлебанем ну что дуболом так во первых сделаем сохраночку я готов на охоту идти на химеру отлично можем идти хоть сейчас химера должна уже быть в бункере в бункере так ну тогда отправляемся так какое же мне оружие то взять калашик наверное от бизончик толку мало будет а вот стрёмно на самом деле ребятки отправляться на химеру к тому же кто знает что там нас может ожидать бункер это у нас какая локация это что ли да нет склад продовольствие а дуболом куда ты меня ведешь то напасть нужно неожиданно не дай ей покинуть бункер иначе беда если она все-таки выберется наружу я поддержу огнем вперед так нам бы хотя бы какую-нибудь гранатку бы да дуболом все господи юмайю давайте хоть перебинтуемся а ну дуболом охотничек блин охотничек блин подожди меня-то да и да я да ё-моё откуда эти все твари берутся а так кстати говоря может быть мы этот в опциях показывать прицел то наверно уберем оружие пусть режим сесть встать вот кстати чего я хотел режим 6 стать я искал его в этом управлении блин а он здесь есть вот тоже так вот ладно так так более атмосферно играть без прицела и режим сесть встать у нас теперь есть ну вот теперь наша наши шансы на выживание повысились еще на 3 процента да скажем да все а теперь случае чего не нужно бояться шухи мера неожиданно заберет там на базу спасибо что подсобил да ладно тебе для всех старались ведь да и я спокойнее спать буду кстати пока я не забыл макрус простил передать чтоб ты подошел к нему как у тебя появится свободная минутка конечно ладно подойду поговорю с ним бывает так задание провален редкий артефакт отдать артефакт выверт маг маркусу задание провалено интересно это сильно повлияет на сюжет то а ребятки как вы считаете так маркус приветствую зверь я заметил что и сыщик с тебя неплохой химер с баллому высадил палочка сумел найти более того всех его грязных дел делах нам повидал к чему ты клонишь помощь твоя нужна еще до лют у нас был другой старший кличка у него была гильза хороший мужик был но пропал ну и как давно он попал вы помните да нам лютый кстати рассказывал про этого сталкера чуть больше месяца назад конечно глупо верить что он жив но я словил сигналы его кпк несколько дней назад возле заброшенного убежища однако через секунду сигнал попал я обшала весь тот подвал но так ничего и не нашел может быть он как и падающих по телепортам перемещается выход и ищет или выбраться не может попробуй разыскать его зверь думаешь что он смог продержаться столько времени в одиночку всякое может быть мужиком он был крепким эго скелета пкм при себе имел да и еды и патронов на момент его пропажи было у него достаточно гильза хорошо справлялся с обязанностями главы ему удалось группировать нас вместе а у нас ведь у сталкера всех мастей ладно я попробую найти эту гильзу может и получится что-то с этого так ребятки а мне теперь интересно повлияет ли как-то то что мы провалили задание нужно осмотреть подвал о котором говорил маркус может и найду что-то полезное так зверь понял тебя подвал это имеется виду здесь до которой заброшено убежище наверно да мне почему-то на ум пришло именно вот это вот ладно это все понятно так мне вот больше всего опять таки повторюсь интересно повлияет ли как-то то что мы вот этот артефакт присвоили себе а ребята как вы считаете ладно будь что будет в конце концов мы вольны поступать так как так как хотим да давайте сейчас добежим знаете куда вот до этого убежища проект подвал говорил живой неужели успел выброс не достанет меня здесь эй наемник возьми на столе бутылку давай выпьем за то что прожили еще один день что-то по моему наверно мне же это не не видит не привиделось нет он здесь капец блин а он смотрите враждебно ко мне настроен видели значок красненький красненькая да а так это призрак или кто это есть вообще в принципе так ладно что-то прям меня даже мурашки по коже фух отдышался но нога все еще болен гребаный снорк выскочил слишком внезапно хорошо хоть перелома нет последний патрон из автомата пришлось потратить на то чтобы его успокоить послушай лёха если ты читаешь эту записку то знай что я все еще жив подожди меня в этом подвале я прихожу сюда по на ночлег думаю что вместе мы сможем найти отсюда выход главное дождись меня ладно с уважением шпала так ну само собой пока это ничего мне не дает так это мы читали тоже ну что он предлагал нам выпить да блин я конечно с призраками еще не пил ни разу ну что давайте выпьем раз такое дело все умел мне у меня уже страшно елки-палки слышите плач болель я вообще не рассчитан за такое такое начало капец блин так обойдите внимание какой туннель так а здесь у нас что выход нет больше всего мне смущает детский плач ага это знаете где мы с вами да 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 мы с вами в резерве так давайте смотреть что у нас здесь есть слышите детский плач были меня это настораживает ребят вы все знаете прекрасно что это может быть и бюрер мне в общем и сталки рассказывали как то что бюреры могут имитировать детский плач вот смотрю я туда а мне идти туда совсем не хочется давайте водички выпьем мне там даже горле пересохло слышите блин у меня мурашки похоже ей бог я первый раз играю в эту игру в наушничках еще вечером в наушничках еще вечером блин ну правда мне прям стрёмно а убить гильзу елки палки а блин да понятное дело нет 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 я к этому готов совсем не был потому что блин мне еще это все смущало так сильно стрёмно было ладно давайте блин в общем придется мне сейчас заново проходить квест с химерой ладно тогда на паузе встретимся уже в том самом зловещем месте так ребятки ради интереса сейчас хочу ждать квест маркусу по поводу артефакта хочу узнать какая будет награда да он у меня да так это же отлично можно будет забыть об антирадах а то у меня их недель две как нет артефакт отличных заменит давай его сюда здравствуй на юге за то что выполним спасибо что пытаешься помочь группе так 2 500 и получим предмет цепень так артефакт цепень что из себя в принципе представляет по сути это чистая двуокись кремния если брать во внимание исключительно атомную массу вещества тем не менее отличается от природного хрусталя не только насыщенным купоросовым оттенком но и сверх прозрачными механическими характеристиками образуемым скоплением скоплениях аномалий типа электро данный кварцевый фрагмент имеет сложную систему внутренних токов при внешних диэлектрических свойствах радиоактивен так ну не знаю не знаю ребят что это нам даст электрозащиту сколько он стоит интересно эта цепень много немного да ладно бог с ним с этим артефактом мне выверт нужнее выверт полезнее во-первых нужнее а это от этого артефакта сейчас здесь пространство аномали толку ноль никакого поэтому ладно не будем даже считаете что квест так и так мы смогли бы с вами выполнить потому что там выверт мы с вами нашли так что давайте перезагружаемся ну что парни вот я там где и на чем я и остановился откуда детский плач а блин вот этот жестокий а крепкий даже блин спрятаться не е-мое так подходи подходи вы посмотрите на него какой он крепкий а так а как же мне его привалить то ребятки вот сюда выбежать за эту штуку встать все равно привали до подбежать сюда да нет валит отсюда так вот он мне блин морока то на ровном месте да нет здесь я однозначно мишень да ёлки-палки давай ты уже вы посмотрите на него на на эту пестью а да 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 да